Вау! Всем привет! Сто лет уже не виделись. Мне кажется, отличная музыка, чтобы заточить крутой китайский дошик с офигенным милым москотиком. Собственно, я расскажу, где я пропадал всё это время. По-моему, уже полтора года мне не было. Ну, полтора года я не выпускал ничего на регулярной основе. Я расскажу свою историю, вы расскажете в комментариях снизу вашу историю. Наверняка у вас тоже много всего накопилось. И мне интересно, а это видео кто-нибудь вообще посмотрит? Кто-нибудь помнит меня в оранжевой нелепой маске Тоби? Если вы помните, то отпишитесь обязательно, ребят. Ну, давайте без лишних слов погнали. Знаете, что самое забавное? Я сейчас снимаю видео, по сути, в первую очередь, наверное, из-за Доширака, потому что у него заканчивается срок годности. Я подумал, что будет забавно снять этот Дошичек, потому что мне он офигенно зашёл. Я был в Китае, получается, когда полгода назад был в Китае, взял с собой кучу разных прикольных ништяков и в том числе захватил этот офигенно прикольный Дошик. Мне очень понравилась упаковочка. Она, на мой взгляд, неимоверно стильно выглядит. Я взял себе её и подумал, что когда-нибудь я её ближе к зиме скушаю. Вот, собственно, давайте поговорим о том, чем я занимался всё это время, что у меня нового, ну и так далее. Параллельно я решил заварить его, поставить на стол сзади, чтобы он дожидался меня где-нибудь в середине видео. Сделаю паузу, съем его и расскажу, что он из себя представляет. Я очень люблю острые вещи, и в Китае как раз просто пруд-пруди различных острых ништяков, даже там сладости острые есть. И самое забавное, я брал там парочку Дошиков, мне было интересно, попробовал. И, конечно, то, что острые у нас и то, что острые у них, это две совершенно разные категории. У нас, если ты заказываешь что-то острое там или тот же, не знаю, острый Дошик, ты начинаешь это есть, и ты всё-таки чувствуешь вкус еды, и параллельно, да, тебе там очень остро. А в Китае я просто, когда начинал что-то есть, у меня прежде всего было просто адовое ржение, то есть прежде всего мне было остро, и потом уже ты чувствуешь, там, не знаю, что это макароны или там, не знаю, или вода. То есть ты даже практически вкус еды не чувствуешь, настолько там всё остро. Это очень забавно, но в то же время это странно. Поэтому обязательно, ребят, если вы будете что-то пробовать, там, не знаю, те же Дошики там или ещё что-то, то старайтесь чуть-чуть добавлять остроты, прям реально чуть-чуть. Лучше потом добавите, но поверьте, у них острота это не то же самое, что у нас. Это вообще две совершенно разные категории остроты, если так можно сказать. Итак, что у меня нового? Ну, во-первых, я переехал, как вы видите, немножко интерьер поменялся здесь, совершенно всё по-другому ощущается. Плюс последнее время, собственно, почему я ничего не записывал, особо не было времени, на самом деле. Не, ну как не было времени, то есть нужно было выполнять какие-то великовозрастные вещи. Ну, вы знаете, эти штуки наподобие, там, третьего Ведьмака, года Фора, что там ещё, чарта четвёртой, ну и так далее. То есть вот такие вот вещи, они в основном забирают всё твоё время. Ну, а если серьёзно, то раньше я работал по проекту, то есть был какой-то съёмочный проект, я в него вступал, скажем так. Мы что-то снимали, это всё заканчивалось, и у меня было много свободного времени. В это свободное время я как раз снимал для вас различные видосики. Сейчас, скажем так, я на постоянке нахожусь в одном продакшене, и, соответственно, мы просто пилим постоянно что-то. И свободного времени, к сожалению, нету. Соответственно, с вами мы видимся очень-очень редко. Собственно, к сожалению, к сожалению, правда жизни такова, что надо зарабатывать денежки, надо на что-то есть, на что-то снимать квартиру. И, в общем-то, хотелось бы не умереть от голода и ещё куда-нибудь сгонять, отдохнуть. Вот, собственно, поэтому, поэтому видосики перестали выходить, к сожалению. Что ещё нового? Ещё у меня... А, вот новая камера, кстати, Canon M50, по-моему, так она называется. Очень прикольная маленькая камера. По сути, это фотоаппарат, который очень классно снимает. То есть, если вы хотите взять себе именно прикольный фотоаппарат, который был бы компактный и который бы выдавал офигенную крутую картиночку, то я вам советую. Действительно, он меня очень вам порадовал. То есть, просто вот на первое впечатление картинка ничем не уступает от Покета Blackmagic. Да-да, типа, если вы разбираетесь в камерах, то, типа, не спешите меня хаять, потому что это немножко совершенно две разные категории. Blackmagic там снимал в совершенно диком формате, а Canon это всё-таки более такая лайтовая штука. Вот, но картинка очень качественная и в темноте очень хорошо снимает, и автофокус у него, ну, просто божественный. То есть, вы сами видите, что фокус он держит по лицу. Это просто сказка, серьёзно. По сравнению с моими старыми камерами, это прям камера для блогеров number one, да и плюс её с собой можно в путешествии взять, поснимать на неё. Короче, классная, классная штука. Стап у неё просто бешеный. Собственно, вы уже поняли, да, что в этом видео я просто буду говорить всё, что мне приходит в голову, как-то с вами общаться. Вот так вот. Итак, первая причина, по которой я решил снять видео, это срок годности Дошика. Он подходит к концу, его нужно было съесть и параллельно решил с вами пообщаться. А вторая причина, ребят, она куда более интересна. Я сделаю отдельное видео по этой причине, но если вкратце, то это режиссёрская версия Лиги Справедливости. Я очень долго её хотел увидеть, как и мои друзья, и я надеюсь, что вы тоже. И вот появилась действительно лазейка, по которой это, возможно, реализует. Собственно, будет отдельное видео, я всё расскажу. Так, ну я думаю, что на самом деле он уже заварился. Я быстро метнусь, попробую его съесть и рассказать вам свои впечатления. Для вас это будет просто вот... Ох, выглядит адово остро. И я, когда приближаюсь к ней, у меня аж глаза слезятся. Время попробовать эту кипучую смесь. Это было очень жёстко. Извините, ребят. Я буду с водой, у меня просто всё, всё ржёт. Я сказал, что ни в коем случае не добавляйте все специи, но сам я, естественно, добавил все специи от жадности. И это было очень жёстко. Если бы не хлеб с огромными кусками фитакса, которые хотя бы немного нейтрализовали остроту, я думаю, я бы, в принципе, его не смог бы съесть. Ты просто... Ты только дышишь, и тебе уже даёт. Это очень жёстко. Пожалуйста, не повторяйте мои ошибки, ребят. Никогда в китайские, японские дошики не добавляйте полностью все специи, которые там есть. Особенно в острые. Конкретно с этим маскотом есть несколько вариантов лапши разных вкусов. И, само собой, я выбрал самый острый. Везде этот маскот по-разному выглядит. Здесь конкретно у него рожки и хвостик. Этим, собственно, он мне и приглянулся. Обратите внимание, как он мило показывает вам Факулю правой рукой. О, это очень жёстко. И ещё одно объявление. Собственно, поскольку я работаю продюсером... Да, сейчас должны быть обязательно снизу шуточки, типа, а ты точно продюсер и так далее. Я их постоянно слушаю, да. И не могу сказать, что я от них устал. Но если вы выдадите что-нибудь новенькое, будет классно. Собственно, поскольку я работаю в этой области, занимаюсь вообще различными рекламой и шоу и так далее. Кстати, одно очень прикольное шоу. Мы снимаем, ссылочка снизу будет. Сам канал называется Куб. Там много различных прикольных социальных проектиков. Обязательно чекните. Я думаю, кому-то должно точно зайти. Собственно, вот к чему я это всё подвожу. Поскольку у меня накопилось очень много весёлых, забавных историй с работы, я решил нарисовать комиксы на всю эту тему. Собственно, такой небольшой веб-комикс. С забавной рисовки, как мне кажется. И под это всё дело я, собственно, сделал в соцсети. Ссылочка снизу в описании. Обязательно чекните. Я вот прям только создал. И в ближайшее время туда буду сейчас всё это выгружать. Думаю, что вам будет интересно. Потому что мы всё-таки здесь собрались на тему манги и комиксов. Поэтому я думаю, что, ребят, вам должно это точно зайти. Особенно истории, они практически все... Ну, там будет два плана истории. Какие-то истории будут тупо из моей жизни. Они все правдивые. Вот. А будут истории, которые я, скорее всего, буду делать, не знаю, с отсылкой там на какие-то фильмы, с отсылкой, может быть, на какие-то вселенные. Ну, посмотрим. Сейчас пока у меня есть две написанные истории, собственно, из моей жизни. И, по-моему, одна история по как раз последнему Человеку-пауку. Вот. Собственно, ребят, обязательно подписывайтесь. Вам должно обязательно это понравиться. Я прям очень надеюсь, что вам это понравится. Но иначе... Иначе зачем всё это? Собственно, 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 что ещё рассказать-то я даже не знаю. Ну, скоро, я думаю, выйдет в ближайшие дни. Я постараюсь монтировать видео по поводу режиссёрской версии Лиги Справедливости. И, надеюсь, оно вам тоже понравится. Пишите ваше мнение, ребят. Скучали вы, не скучали? Или вы уже забыли этого парня в оранжевой маске с одним глазом? С одной дыркой в оранжевой маске? Звучит очень странно. Но тот, кто понял, тот понял. Да. Ну всё, ребят, я скучал. Давайте. Покеда. Да. Где моя водичка была? О, там, кстати, у меня Давид, если помните, такого подарил Джокера. Он стоит на столе. Фанкопоп. Такой прикольный. Белый. Как-нибудь я вам его покажу. Но не сегодня. Не сегодня.